МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Балканы всегда были одним из самых захолустных европейских уголков. Здесь вечно возникали и распадались маленькие государства. Шла непрерывная борьба, приводившая к тому, что Балканы никак не могли выбраться из тени сильных соседей. За непростую политическую судьбу их прозвали пороховой бочкой Европы. Архитектура, живопись, литература на Балканах развивались под влиянием более просвещенных стран. Неудивительно, что европейцы считали искусство сербов и родственных им народов вторичным, а сами Балканы медвежьим углом, вещью в себе, глухой провинцией. В эпоху романтизма Западная Европа присытилась просвещением и обратилась к мистике и народности. И тут оказалось, что в Сербии, именно благодаря ее отдаленности от мировых центров и народности, и мистики вполне хватает. В 18 веке один старец предсказал появление грохочущих машин, которые будут носиться без всякой тяги. Это был известный сербский пророк Тарабич, а предсказал он появление паровозов. Митр Тарабич жил здесь в 18 веке. Местные жители часто видели взъерошенного старика, бормочущего ерунду. Про паровоз он говорил, будет носиться по лесу грохочущий конь, созданный человеком. Поедет вокруг этой горы, будет людям пользу приносить. Пророчество сбылось полностью. В начале 19 века ровно по тому маршруту, что и был предсказан, австрийцы запустили узкоколейку. Вплоть до 70-х годов прошлого столетия она перевозила людей. Была полезна. А вот потом власти решили, что она больше не нужна стране, и дорогу закрыли. А восстановили ее только недавно, специально для туристов. Пророки интересовали остальную Европу недолго. Мировые войны и политическая борьба неизменно сказывались на Балканах. Но всех интересовала балканская политика и балканские земли. А вот о загадочной балканской душе как-то позабыли. В 80-х годах 20 века появился человек, который всем о ней напомнил. И Мир Кустурица просто взорвал кинофестивали своими картинами о цыганских буднях, сопровождаемых залихватскими мотивами. Влюбленный в свою страну, он и весь мир заставил проникнуться духом свободы и бесшабашности. Вот одна из станций, мимо которой проезжает наш поезд, называется «Голубичи» или «Голубчики». Она знаменита тем, что ее избрал как съемочную площадку знаменитый сербский кинорежиссер Имир Кустурица. Именно здесь он снимал свой фильм «Жизнь как чудо», это вы, наверное, знаете. И Мир Кустурица настолько проникся прелестью этих мест, что он же поселился здесь неподалеку, построил собственную деревню. С места, где были установлены камеры, снимающие железную дорогу, проходящую внизу, открывается потрясающий вид. И именно здесь, на этом месте, Имир Кустурица и построил свой маленький рай. Кустурица задумал деревню в четыре дома, как сообщество единомышленников, объединенных одной идеей, которую можно назвать «Сербия – лучшее место на земле». Здесь регулярно проводятся семинары для одаренных студентов театральных вузов. Семинаристы бывают наездами, как и многочисленные друзья кинорежиссера, которые иногда здесь гостят. Друзей учеников у Кустурицы так много, что и мы пришлось увеличивать площади. Постепенно вокруг дома мэтра выросла целая деревня. Сейчас в ней 38 домов. В Сербии ее называют «мечавник». А вот во всем мире по-другому «Кустендорф» – слово, производное от фамилии Кустурицы. А вот его фамилия в переводе с сербского означает «острое лезвие». У Кустурицы что ни фильм, то шедевр, берущий награды то в Берлине, то в Венеции, а то и в Каннах. Ни один из его фильмов не был обойден вниманием киноакадемий. Хотя есть и такие, кто его творчество на дух не переносит. Видимо, все-таки особый сербский дух и культура понятны не всем европейским снобам. Так, один известный критик как-то сказал, что смотреть фильмы Кустурицы – что трезвому попасть на пьянку. На что режиссер ему спокойно отвечает – или пей, или не ходи. При этом он давно уже ведет здоровый образ жизни – не пьет и не курит. Кустурицы – известный сторонник здоровых натуральных продуктов. Поэтому в этой кондитерской продаются пирожные, сделанные только из натуральных ингредиентов, приготовленные по старинным рецептам. А еще, говорят, здесь очень вкусные натуральные соки. Здравствуйте! А можно мне пирожное и сок? Вот эти соки выпускает сам Кустурица. Он даже их назвал биореволюцией, потому что они сделаны из полностью натуральных ингредиентов. Есть всего четыре вкуса. Сейчас я вам покажу. Так, биореволюция клубничная. Это сам Кустурица. Здесь дело в том, что на этом соке фотографии известных деятелей Сербии и не только. Так, малиновый вкус – это че гевара. Так, теперь черничный. Черничный вкус – это Иосиф Бростита, известный. Иосиф Бростита оставил у себя заметный след в истории. Во время Второй мировой войны экс-член советского Коминтерна был главой коммунистической партии Югославии. Он объединил партизанское движение и выгнал немцев, не без помощи советской армии, в территории Балкан. И тут же провозгласил независимую демократическую республику Югославию, свободной от обязательств перед СССР. Сейчас памяти великом диктаторе несколько поугасло. Однако в столице Сербии, городе Белград, до сих пор празднуют день его рождения. В течение 40 лет на территории бывшей Югославии день рождения Иосифа Бростита праздновали День Молодости. Сейчас в Сербии этот праздник до сих пор сохранился, он неофициальный. Но вместе с детьми на него в основном приходят все, чья молодость пришлась на 60-е и 70-е годы. Атрибутика праздника еще сохранилась. К примеру, в 80-х устраивалась все-югославская эстафета, а палочки приносили Тита. В этом году традиция передачи эстафетных палочек вновь была возрождена. Здесь сейчас представители республик уже бывшей Югославии, которые привезли свои символы, и теперь они передают уже внуку Иосифу Бростита. Он возглавляет организацию имени своего деда, которая насчитывает уже 12 тысяч последователей. Эта организация не что иное, как возрожденная компартия. В свое время диктатор Тита ввел довольно строгие законы в отношении самовыражения жителей. Под пресс попали все сферы искусства. Но сербы не могут жить без творчества. И как только Тита умер, в Сербии возникло огромное количество театров. Сейчас городская жизнь Белграда крутится вокруг искусства. Богемная артистическая среда концентрируется вокруг улицы Скадарлия. Первые этажи улицы Скадарлия сплошь заняты ресторанами. Причем у каждого из них есть своя богатая история. Дело в том, что эта улица раньше была местом сбора сербских знаменитостей. Здесь можно было встретить актеров, певцов, известных поэтов. И многие из них жили прямо на этой улице, а местом встречи выбирали один из этих ресторанов. По этим мостовым не раз выстукивали каблучки Софии Лорен. Бывал здесь и как-то названный самым красивым человеком на земле звезда Ален Делон. Если вы хотите познакомиться с Белградом, а времени у вас не так уж и много, смело идите на трамвайную остановку, туда, где останавливается трамвай номер 2. Его маршрут проложен прямо вокруг исторического центра города. И трамвай проходит мимо всех основных достопримечательностей Белграда. Линия трамвая номер 2 Это самая первая трамвайная линия в Белграде, которая была открыта еще в конце 18 века. Вначале этот трамвай точно по такому же маршруту вокруг центра тянули лошади. Ну а потом, только в конце 19 века, трамвай стал электрический. Жаль, что великий сербский изобретатель и мастер работы с электричеством Никола Тесла во время того, как в городе вводили в эксплуатацию электрическую трамвайную линию, жил в США. Туда он уехал после учебы во Франции и Англии. В Сербии наука только поднимала голову, а в Европе, и тем более в США, инновации шли полным ходом. К примеру, в США Тесла работал на знаменитые заводы Эдисона и Вестенгауза. При этом он никогда не забывал о том, кто он по национальности, и питал нежные чувства к Сербии и к родному городу. Белград спустя годы ответил ему взаимностью. В честь знаменитого Серба в Белграде открытая электротехническая школа. Попасть сюда непросто, перед этим нужно 8 лет учиться на одни пятерки. Здесь будущие инженеры изучают закон электричества. В масштабе открытая электричества. Сандiin durch емкош shut up leur среду европное отехали. Т brilliant! Который советский Mu지 Все эти инженеры paying 這些 крючки Не зря в своё время Тесла считали, что я шарлатаном, потому что многие его изобретения были похожи на какое-то волшебство. Мне даже тоже сейчас, в наше время, в мег высоких технологий не верится, что вот этот трансформатор передаёт ток лампочки, которая не работает, но с помощью него она светится у меня в руках. Сам Тесла сказал бы, что это простейший опыт. Как правило, во многих электрических механизмах основные составляющие — это катушки медной проволоки и магнит. Для одной из научных выставок в 93-м году 19-го века Тесла изобрёл колумбовое яйцо. Это очень интересная модель, пример его изобретения, но я плохо понимаю технические подробности, а вот Жарко — он технический специалист, и сейчас мне расскажут, как оно действует. Яйцо из меди — это отличный проводник электричества. Здесь есть стартер, четыре катушки медной проволоки, которые создают магнитное поле. Это поле как бы закручивается вокруг яйца, поэтому оно начинает крутиться. Многие блестящие идеи Теслы воплощаются лишь в наши дни. Например... А, оно Наст prima otras. Привет! А, она к BuzzFeed! Россия Уфта!